Бэтмен Мэтта Ривза прошел мимо отечественных кинотеатров, и вы знаете почему. Это стало не самой приятной новостью для фанатов. Некоторые из них, кстати, даже отправились в другие страны, чтобы посмотреть этот фильм. Настолько сильно они любят взрослого мужика в костюме летучей мыши. А вы никогда не задумывались, почему Бэтмена так любят? Что есть такого в этом супергерое, появившемся аж в 1939 году, что заставляет нас все так же любить ждать его новые появления на экране спустя столько-то лет? И сегодня я попробую ответить на этот вопрос, рассказав про свою любимую экранизацию похождения Бэтмена. И сразу скажу, что эта экранизация стала мной столь любима после того, как я увидел одну конкретную сцену, которую до сих пор пересматриваю с замиранием сердца. Приветствую, меня зовут Денис Оптимистер, и этот конкретный ролик я готовил к спецпроекту канала Кино Огонь про мою любимую сцену из любой экранизации Бэтмена. Но из-за понятных причин и актуальных событий я впал в такой ступор, что только недавно начал отходить от всего происходящего. Сегодня я хотел бы поделиться с вами своей любимой сценой из Бэтмена, заодно как-то немножко подвязать к тому, что происходит сейчас в нынешнем мире. И если вы не хотите со мной окончательно потеряться, поскольку YouTube могут в ближайшее время заблокировать, то переходите по ссылочке в описании, там мой телеграм-канал Optiverse, и там, внимание, я рассказываю не о кино, о мультфильмах, я рассказываю о своих комиксах. Если вы еще ничего об этом не знаете, то там уже полно информации, переходите по ссылочке и давайте будем просто рядом. Никакой актуальной повестки я там не освещаю, лишь иногда делаю какие-то намеки, ну и рассказываю о том, какие, возможно, будут мои книги в ближайшее время. Ну а теперь предупреждаю вас о спойлерах и начинаю говорить про Бэтмена Возвращение Темного Рыцаря. Ну и для начала реклама. Да, даже в такие темные времена хочется вам напомнить про существование самого классного поставщика крутых вещей у меня дома, все майки Ру. Вы только посмотрите, какой классный костюм я там себе нашел, да еще и оверсайз. У толстовки все привычные удобства, от карманов до капюшона. Капюшончик, кстати, с магнитной кнопкой. Штаны тоже отлично сидят. И если вам нравится этот принт на костюме, то вы можете заказать себе такой же или любой другой. Костюмы есть мужские, женские, детские. И не забывайте, что на сайте огромный выбор одежды с принтами разных тематик. Музыка, игры, кино, аниме, мемы и так далее. Сканируй ковер-код, переходи по ссылочке в описании на сайт и не забывай про мою скидку в 10% по промокоду, который видишь сейчас на экране. И помни, все скидки суммируются, чтобы тебе было максимально выгодно. Ну а я от любимых черепах перехожу к любимому Бэтмену. Фильм «Бэтмен. Возвращение темного рыцаря» поделен на две части. Но по сути, по сюжету, это одно произведение. Скорее всего, он был поделен из-за коммерческих соображений, чтобы удобнее было и выгоднее продавать на DVD. История стартует в 80-е. Брюс Уэйн, тот 55-летний старик, который не надевал костюм Бэтмена вот уже 10 лет. Причины для этого нам вскользь рассказывают через диалоги. В свое время правительство вынудило темного рыцаря уйти в отставку, а сам он в тот момент потерял своего второго Робина, Джейсона Тодда. И да, если кому интересно, также можете посмотреть «Бэтмен под красным колпаком», где у смерти Робина есть очень крутое продолжение. Брюс скучает по старым временам, но не это становится для него основным триггером. Готэм буквально на пороге войны с преступностью. Вокруг постоянно кого-то грабят, убивают. А банда мутантов, нет, не каких-нибудь Людей Икс, а просто скинхедов в очках циклопа, прямым текстом угрожают убить уже старенького комиссара Гордона и захватить весь город. Тут-то Бэтмен начинает видеть параллели со своим детством, в котором убили его родителей. Он решает вновь вспомнить о своей клятве и объявить войну преступности. В первую же ночь Бэтмен останавливает множество преступлений. Герой уже не такой быстрый, не такой тихий, что он в итоге компенсирует грубой силой и жестокостью. Но все еще не убивает. Слышишь, Снайдер? Не убивает. Бэтмену удается остановить вернувшегося в строй двуликова, а затем он направляется на сражение с бандой мутантов. И вот тут многие спросят, а зачем он вообще вышел с главарем мутантов один на один в рукопашном бою? Почему бы просто не стрельнуть в него шокером или еще какой-нибудь бэтштуковиной? Он в отличной форме, он убьет вас. Другого способа я не знаю. И вот с этим возвращением Бэтмена люди в городе начинают меняться. Они буквально вновь начали верить в себя. Поняли, что у них есть сильный лидер. Поняли, что они снова могут сражаться. Тут-то на сцену и выходит Кэрри Келли. Обычная девчонка, которая вдохновилась Бэтменом и надела на себя костюм Робина. Именно она в какой-то момент спасает героя от главаря мутантов. И вроде бы злодей схвачен, но банда все еще не распалась. Не меньше тысячи мутантов готовы напасть на город в любой момент. И что же делает Бэтмен, который едва остался жив после схватки с главарем? Побитый. Он собирает волю в кулак, встает, меняет костюм на более темный и снова устраивает новую драку с главным мутантом. Но уже на глазах у всей его огромной банды. Один на один герой выходит против злодея и ломает его. Причем очень жестко. В итоге мутанты, вдохновленные его поступком, распадаются на банды поменьше. А часть из них даже объявляет себя сынами Бэтмена и клянутся защищать город. И вот тут стоит задать вполне логичный вопрос. А что послужило появлению такого количества преступников, причем очень молодых? Косвенный ответ мы получаем из второй части. Холодная война. Здесь американское правительство вкладывает все силы в борьбу с Советским Союзом. А губернаторы и мэры не хотят брать на себя ответственность и перекладывают ее друг на друга. И при этом всем государство уничтожает гражданскую инициативность и способствует распуску Лиги Справедливости. Таким образом, в этой вселенной молодые люди растут в мире, где всем на них плевать. У них нет идеалов, надежды. И в итоге они начинают следовать за самыми сильными. Кем, в свою очередь, и оказался на какое-то время главарь мутантов. И перед нами картина, где Бэтмен противопоставляется системе, как гражданская инициатива со всеми перегибами и даже нарушениями закона. Типа, не ломай госсобственность, не проникай в дома и так далее. В итоге, даже те, кто имел противоречивое мнение о Бэтмене, получают в его лице надежду, а в преступниках селится страх. То есть понимаете, да, когда какой-то костюмированный клоун, о котором до этого было слышно только из легенд, дает отпор преступникам, почему не могут попробовать все остальные? И именно смена общественного сознания и снижение доверия к властям создают основной конфликт второй части картины. Здесь, в открывающей сцене, Бэтмен предстает в костюме бабки. А это бабушка Бэтмен. То есть реально, бабка Бэтмен вяжет криминал. Это одновременно эпично и очень забавно. В то время президент и новый комиссар готовы пойти на все, чтобы убрать Бэтмена с улицы. Чтобы просто не мешался, на него объявляют охоту. Глава государства обращается за помощью к своему самому главному оружию, Супермену. Герой остался одним-единственным сверхчеловеком, который согласился служить государству. И даже в свое время помог усмирить несогласных. После предупреждения Брюса, Кларк отправляется в корта Мальтезы, где между Америкой и СССР разворачиваются полномасштабные боевые действия. Забавно видеть, как Супермен противостоит советским солдатам, когда в альтернативной версии он сражался на их стороне. Кстати, можете посмотреть об этом роли, пока Ютуб не закрыли. Параллельно, просидевший в коматозном состоянии Джокер, видя новости о возвращении Бэтмена, приходит в себя. С помощью своего врача злодей выбивает себе возможность появиться в эфире вечернего шоу. Да, Хакин Феникс не первый Джокер, устроивший убийство в прямом эфире. Тут, правда, убийство имеет больший масштаб. Бэтмен, к сожалению, не успевает остановить съемки, ведь на его пути встали отряды полиции, стреляющие на поражение. И вот уже герой с напарницей отправляется в парк аттракционов, чтобы остановить новый безумный план Джокера. Погоня и драка за Джокером — это отдельная потрясающая сцена, которая могла бы быть типичным финалом для любой другой экранизации. Но здесь это лишь промежуточный эпизод. Высокие ставки, невинные жертвы, жестокая драка и, наконец, финал. Финал Джокера. Что интересно, даже здесь Бэтмен не поступает со своими принципами и не убивает злодея. Джокер делает это сам, давая полиции еще один повод остановить Бэтмена. Но благодаря новому Робину герою удается сбежать. И он, едва живой, вновь оказывается под присмотром Альфреда. Смерть Джокера и жестокость, с которой проходила битва героев, доказала нам, что Бэтмен изменился, но не изменил себе. Даже будучи в гневе и принимая тот факт, что живой Джокер вновь выходит из тюрьмы и продолжает убивать, Бэтмен все равно остался при своем и сохранил свое главное правило. Слышь, Снайдер, все еще не... Короче, вы поняли. И да, порча имущества и здоровья полицейских не в счет. И вот, наконец, приближается кульминационная часть фильма. Советы проиграли битву за кортом Альтезы и запустили туда ядерную боеголовку. Супермену удалось перенаправить ракету вверх и даже пережить взрыв. Хоть и не в лучшем своем виде. Взрыв ракеты спровоцировал отключение всех электромагнитных приборов во всей Америке. Вся страна погрузилась в хаос. Падают самолеты, открываются электронные замки, а полиция без машин и связи не может ничего сделать. И вот появляется он. Бэтмен во главе сынов Бэтмена, который берет хаос в свои руки и напоминает жителям, кто они такие и кем должны оставаться. Комиссар признает величие Бэтмена и отказывается от идеи остановить его. В итоге все города оказались под властью хаоса. Все, кроме одного. И как только ситуация нормализуется, Супермен по приказу президента вызывает Бэтмена на бой. И вот на огражденной территории города человек в костюме летучей мыши выходит против настоящего бога, которого даже ядерный взрыв не смог убить. Даже напарники Бэтмена не видели никаких вариантов, где герою удастся победить Супермена. Но все-таки эпично, жестоко и явно в неравном бою старик дает отпор воплощению системы. И если раньше надеждой для человечества был светлый идеал Супермена, то сейчас он просто превратился в слепого слугу правительства. А Бэтмен, наоборот, напомнил людям, что даже человек без суперсил способен на самые невероятные поступки. И эта битва должна была либо положить конец всему, либо стать финальным доказательством силы не самого Бэтмена, а именно простого человека. Человека, отказавшегося мириться с несправедливой системой, вставшего против бога и в итоге человека-победителя. И даже тут, когда Бэтмен мог убить Супермена, он не стал этого делать. Ведь суть была в символе, в напоминании самому Супермену, что даже он не бессмертен, и чтобы он это запомнил. В финале сердце Бэтмена останавливается. Он умирает. Вместе с ним на тот свет отправляется Альфред, и все по месте Уэйна. И вот Супермен держит на руках тело своего погибшего бывшего друга. И столь глубокая эмоциональная сцена каждый раз будоражит мое сознание. Для всего мира Бэтмен умирает. И я понимаю, что многим может не хватить посыла, описанного выше, но это не конец. На похоронах Супермен понимает, что Бэтмен жив, но ничего с этим не делает, а просто уходит. И в этом есть определенный смысл. Супермен принял позицию Бэтмена и просто отошел в сторону. Сам же Брюс устраивает себе новое логово, а из бывших бандитов-мутантов он вознамерился вырастить новое поколение защитников Готэма. И вот на протяжении всего этого фильма красной нитью идет рассуждение о том, герой Бэтмен или все-таки жестокий нарушитель порядка. И это зависит напрямую от принятой позиции государства. Да, каждый может ошибаться, как и Бэтмен, который изначально сам пошел на сделку с правительством и ушел в тень. Но когда он понял, что кроме него у его родного города больше нет надежды, он решил вернуться, спасти и защитить родное место. На протяжении всего этого фильма Бэтмен выглядит максимально уязвимым, простым, старым, уже практически немощным. Но его сила духа, находчивость, смекалка восхищают. Бэтмен в этом фильме воплощает с собой идею «Делай все, что можешь, чтобы мир вокруг тебя не стал хуже, а если получится, стал еще лучше. Но не уподобляйся тем, с кем сражаешься». Думаю, с частью основного видео на этом все. Что я хочу еще вам сегодня сказать? Я долго думал, снять ли видео какое-то происходящее вокруг пиздец, но в ближайшее время не представляю возможным это сделать. Я, кстати, нахожусь в России. То, что я сменил локацию, это ничего не значит. Я просто решил, что мне лень заморачиваться в этих условиях над тем, чтобы звук в другой полупустой комнате у меня был помягче. Здесь все-таки у меня спальня, и здесь больше смягчающих звук моментов. Поэтому я вот собрал из того, что было, какую-то новую локацию с не очень хорошим светом. Но чем богаты, тем и рады. И знаете, я очень тяжело в последнее время переношу все, что происходит, потому что у меня есть в Украине множество друзей, моих коллег, с которыми мы делали комиксы. Возможно, я когда-нибудь сниму об этом отдельное видео, подытожив все, что произошло, мне не хочется говорить что-то, о чем я еще раз пожалею. Я уже пожалел о многом. Точнее, не пожалел. От слов-то я не отказываюсь. Я скорее пожалел о том, что вокруг меня столько людей, которые вообще не хотят разбираться в том, что происходит. Просто видят какую-то одну единственную точку зрения и слепо ей верят. Очень хочется много сказать. Поверьте, очень много хочется сказать. Но если вы не видите моей активности на канале, то зря вы не подписаны на мой Твиттер и Инстаграм. Я их поставил на замок. Сейчас добавят сюда нереально. Я вас не прошу подписаться на эти соцсети. Но ссылки на них вы найдете в описании. Я все равно никого не пущу в ближайшее время. Нет. Пока этот кошмар не закончится, пока немножко люди траханье свое не охладят и не будут писать мне с угрозами, что я русофоб, я ничего не открою. Короче, я действительно люблю тех сознательных своих товарищей, бро, братес, которые со мной, которые меня поддерживают, которые пытаются разобраться в том, что происходит, до которых способна еще достучаться какая-то истина. А остальным, я не знаю, я желаю понять, что жизнь у нас одна, у всех одна. И кем бы ты ни был, нельзя поддерживать тот пиздец, который сейчас происходит. Нельзя. Буковки Z эти еще... Пиздец, короче. Короче, тяжелое видео, тяжелая концовка видео. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. У меня там еще Бусти. Это сейчас единственный способ вообще кого-то из ваших любимых креаторов поддержать. Бусти тоже ведет на много контента, связанных с моим творчеством, с моими комиксами. Так что подписывайтесь. Вот прям важно очень подписывайтесь. Здесь вот список обновленных людей, которые уже подписаны на мой Бусти, которые все еще остались на Патреоне. Спасибо вам огромное, ребят. Сейчас это как никогда важно. И да, если на Бусти в ближайшее время у меня будет 100 платных подписчиков, также в ближайшее время я начну размещать комикс-гостенки. Потому что я вообще сомневаюсь, что он теперь выйдет на бумаге, но деньги платить художнице мне как-то надо. Вот, в ближайшее время, возможно, я сниму ролик о том, с чем мы столкнулись в новой нашей ебучей реальности. Люблю только тех, кто старается быть адекватным. Ну и всем пока.